Федерация футбола Большой политический и социальный кризис, развал Советского Союза, очень большой уровень был, падение экономики. Федерация была неким псевдоуправлением комитета по спорту. И вот когда мы получили суверенитет, группа людей, я, Александр Агеев, Кылычбек Бердебекович. Естественно, футбол был у нас уже в тяжелейшем состоянии. Наша задача была собрать футбольные силы. Мы приняли устав, провели конференцию. На этой конференции меня избрали президентом федерации. Мы сформировали исполком федерации футбола. Вот некоторые члены исполкома здесь присутствуют. Это Аскар Салымбеков, Эмирбек Кутуев, Салават Искаков был тогда, бывший мэр. Ну и другие. И собрали тогда 8 команд в высшую лигу. И начали проводить свой чемпионат. Это был первый показатель. Но самое главное, мы думали о будущем футбола. То есть нужно было развивать детско-юношеский футбол. Потому что это база. И мы тогда задумались, после того, как познакомились с лидерами международного футбола, мы стали членами федерации, международной федерации футбола, азиатской конфедерации футбола. И сумели сделать многое. Привлекли средства, создали футбольный центр. Смогли привлечь к работе 60 тренеров по всей республике. Наша работа дала положительные результаты. Заиграла высшая лига, а затем заиграла первая лига. И пошли турниры. И мы подключились к турнирам по линии Азиатской конфедерации футбола, Международной ассоциации футбола. И сделали очень много для того, чтобы распространить футбол. И клубы мы агитировали, чтобы создали футбольные академии, футбольные школы. Вот пример успешной работы – это клуб Дордой, клуб Абдышата, клуб Алай. И таким образом, я думаю, что мы создали еще большой актив тренеров, судей, футбольных функционеров. Ну а затем мы стали развивать женский футбол, начали пляжный футбол осваивать. Ну и на международной арене наши клубы стали играть. Начали играть на призы Кубка Президента АФК, затем на разных турнирах. Кубок Вызова был такой. А потом в рамках вот этих отборочных игр на чемпионат Азии и на Кубок Мира наши футболисты, в общем-то, проявили себя. Мы сумели сохранить футбол, создать, ну, фундамент, будем говорить, его развитие. Конечно, всегда поддерживаем федерацию и стремимся, чтобы в ней был здоровый дух, не было политизации, никаких интриг, исклов, чтобы все двигалось в направлении развития футбола. В Кыргызстане в 100 лет футболе не было. Амонеке, егеменды болгандан беру, 30 лет. Емі, мен дайым айтам байгал. Англияда туылған футбол в Кыргызстане делал, босек, эндеген. Харакеттер біз жақшылеп олды, Кудайай шугүр. Азия континентінде денгел бізді, бірле, кейлале көтеру алдық. Біргесді баштаватқанда 210 мамлекеттін 200-шу рейтингті жүрді келек. Азия мүмін, адыр, 100, 100 орта болып атауызда. Бұға қуаныш керек, дағы алдыдағы көп мақсаттар турад. Футболды, көрсіліктерін, балдардың өстүріш керек. Массы байжен, жаштаруыз, балдаруыз ойнуыш керек. Азия мүмін, адыр, қыздар ойнуя бачтады, дағы жақшы. Азия мүмін, адыр, дүнионын чемпионат ол қуақтады. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вы являетесь одним из номинантов на лучшего игрока в футзале. Какие у вас ожидания, какие предположения? Кто же возьмет эту награду? Ожидания? Ну, не знаю. Пусть победит сильнейший. Христиан Браузбон, поздравляем вас с номинацией «Лучший молодой игрок 2022 года». Расскажите о своих эмоциях. Спасибо большое за поздравление. Правда, эмоции просто нереальные. Я даже не знаю, как их выразить. Я надеялся, но все равно я знаю, что каждый из нас лучший в своем возрасте. Это даже та же самая сборная Ю-20. Каждый игрок был достоин этой номинации, этой награды. Те, кто со мной в зале сидели, с Лутановичем, мой фейербол, оттабай, все мы были достойны. Но, так скажем, просто, наверное, так судьба распорядилась и эту награду дали мне. Какой ваш самый незабываемый матч? Самый незабываемый матч, скорее всего, Кыргызстан-Уайя. Я вот размышлял, Кыргызстан или Таджикистан, но все-таки, не знаю, наверное, выберу Кыргызстан-Уайя, когда мы выиграли 2-0 на домашнем стадионе. Это была победа очень нужная нам и важная. Какие у вас планы на грядущий 2023 год? Ну, планы у меня большие, но пока об этом я разглашать не хочу. Спасибо. Всех хочу болельщиков и тех, кто меня выбрал, выразить огромнейшую благодарность. Благодарен вам за то, что вы поддерживали на протяжении всего этого года, сезона. Он был очень тяжелый для нас всех. И спасибо, что еще раз выбрали меня. Я очень благодарен вам. Поздравляю с победой. Вы выиграли номинацию «Лучший судья». Ожидали ли вы эту награду? Не скажу, что ограда была ожиданной, но очень хотелось выиграть. Какой был год для вас, 2022 год, в плане работы, в плане судейства? В судейской сфере этот год был достаточно плодотворным для меня. Было много выездов, как я и сказала, о которых я даже раньше не могла мечтать. Такие, как Куба Кази, чемпионат мира молодежный. Хоть это был и молодежный чемпионат мира, но это было для меня очень большое достижение в этом году. Эта награда дает ли дальнейшую мотивацию для того, чтобы еще больше работать, еще дальше достигать больших высот? Да, конечно, однозначно. Эта награда дает мотивацию работать дальше, больше. Надеюсь, что также молодое поколение будет вдохновляться этим и будет желание заниматься судействами, развивать судейское судействие. Спасибо. Бул дженништи гимгер найсунг? Бул дженништи албеттимен Атеним ардэйм. Анткене Азерчинэйцамушаудет тяжко чиктым. Бул джашка чейн Атенэмин узнан. Бул дженништи албеттим. Бул дженништи албеттим. Бул дженништи албеттим. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok